Друзья мои, всем привет! Сегодня я сделал небольшое видео, отчетность о проделанной работе по освещению. Вот такие светодиодные ленты мы использовали в нашей комнате. Вот она. Эта комната у нас 18 квадратов. Здесь мы расположили 6 светодиодных каналов, и в каждом из них по 2 метра. В итоге у нас получилось здесь 12 метров светодиодной ленты. И освещения здесь у нас оказалось недостаточно для того, чтобы здесь можно было находиться и работать. Поэтому сейчас мы приняли решение заменить эти светодиодные ленты на другие, более мощные, потому что этого у нас тут мало. Вот так вот. Сегодня попытались разобраться с освещением в наших помещениях. В общем, установили 6 светодиодных коробов по 2 метра, и в них мы расположили светодиодную ленту, которую взяли в Леруа Мерлен. Так, вот такая вот осветительная лента, холодный цвет, 6400К и 14,4 Вт на вагонный метр. Вот, в общем, расположили их мы в своих коробах, установили трансформатор, блок питания, вот, 250 Вт. И что мы видим? Освещение недостаточно, оно малое, потому что светодиоды, которые есть на этой ленте, они сами по себе маленькие. И, соответственно, дают они мощность 14,4 Вт, но по освещению они очень слабые. Поэтому мы решили заменить эти светодиоды на более мощные, более больших размеров. И уже посмотрим, что у нас получится. Сейчас меняем ленты на другие. И, кстати, еще такой момент, смотрите, здесь вот лента синенькая, а здесь почему-то она желтенькая. Хотя все упаковки были одинаковые. Все упаковки, которые мы купили, вот, они все распакованы, и все они абсолютно одинаковые. Почему произошло так, что две из них оказались желтого цвета, пока остается загадкой. Будем решать этот вопрос с Лерой Мерлен. Что они скажут на это? Возможно, заменим, а возможно, просто забьем на это дело. В общем, так, двигаемся дальше. Кстати, да, хайтер, не обращайте внимания вот на эту всю паутину, которая у нас здесь есть. Это все временное подключение, потому что мы должны были сначала и сначала определить, достаточно набудет нам этого света или нет. Поэтому вот так вот временно мы безобразным образом подключили все к нашему блоку питания. Позже, конечно, это все мы переделаем. Сделаем все скрытый монтаж, все это будет под потолком, все это будет выглядеть красиво. Но на данный момент нам достаточно и этой скрутки, чтобы определить то, что у нас недостаточно освещения. Поэтому будем делать освещение по-другому. Вот смотрите, видите, синий такой свет, он красивый, чистый. А здесь почему-то освещение у нас уже немножко желтое. И светодиоды у нас они видны. Поэтому две ленты, они непригодны к монтажу. Будем их тоже менять. Я уже об этом сказал. В общем, трансформатор у нас будет находиться вот в этом месте. А все провода будут под потолком грильята. Это все будет скрыто, видно ничего не будет. Поэтому все будет выглядеть красиво. Поэтому я вам чуть позже покажу, когда мы все это переделаем, что у нас получилось. В общем, сейчас все вот эти четыре штуки, которые у нас нормальные, мы будем монтировать в другой комнате. Решили их оставить так, как есть. А с этими, которые у нас немножко желтые, нужно что-то решать. Еще такие небольшие советы. Когда вы выбираете светодиодную ленту для монтажа на потолок, обязательно смотрите ее мощность. И только по этой мощности вы можете подобрать трансформатор, тот блок питания, который вам нужен. И обязательно учитывайте плюс 30% к заявленной мощности. Меньше не берите, иначе у вас либо трансформатор сгорит, либо светодиодная просто не будет работать. Поэтому всегда плюс 30% к заявленной мощности должен быть блок питания. Дальше. Светодиодную ленту приклеиваем на свою клейкую ленту, которая уже есть на светодиодной ленте. И с помощью нее, в общем, фиксируем по каналу ленточку. Так же, как и все остальные. А потом мы это все закроем сверху. Кстати, небольшой совет. Обратите внимание вот на соединение, где нарисованы ножницы. Вот в этом месте у нас соединяется светодиодная лента. Здесь вы можете ее обрезать, если она слишком длинная, либо напаять новую светодиодную ленту, если она недостаточно длинная, и вам нужно ее увеличить. Поэтому вот в этом месте мы спокойно это можем сделать. Отрезаем три светодиода, либо допаиваем новые светодиоды только вот в этом вот соединении. В общем, я приклеил ленту, и вот этот кусочек у нас остался лишний, потому что он немножко торчал. Поэтому я его отрезал в месте, где можно его обрезать. Вот, и теперь мы одеваем с этой стороны. Ставим заглушку, и сюда отражатель устанавливаем на место. Так, на другие комнаты, в общем, мы взяли другие светодиодные ленты фирмы Экола. Они по мощности такие же, 14-4 ватта на метр. Но единственное отличие у них светодиоды уже ведут побольше. Соответственно, чем больше светодиод, тем больше света. Хоть и мощность такая же. Поэтому, если вам нужно много света, то используйте светодиоды побольше. Маленький светодиод, соответственно, маленький светодиод. Большой светодиод, больше света. Ну, это такая вот рекомендация. Редактор субтитров А.Семкин Продолжаем монтаж светодиодных полос на потолок. Здесь у нас будет две зоны. Первая в начале и вторая возле окна. Все будет работать от двух блоков питания. Один отличается от одной половины, второй за другую. Светодиодная лента у нас, в общем, сейчас немножко другая. Размер 50 на 50, мощность 14-4 ватта на метр. Также мы их поставили в коридоре. Вот здесь он тоже еле заметный, но здесь вот две полосы у нас. А в этой комнате у нас четыре полосы, но эти полосы у нас старый вариант. Но здесь их достаточно для того, чтобы было светло. Чуть позже покажу, как все это светится. И вы сами все поймете. Многие могут сказать, почему не использовать сразу готовый вариант, который продается для системы грильята. Не используем их потому, что, во-первых, это будет значительно дороже, чем использовать вот такие вот световые линии и один блок питания. Потому что на том варианте, который предназначен для монтажа на грильяту, у них такое же количество светодиодной ленты, но у каждого из них есть свой блок питания. Соответственно, где-то эти блоки питания нам нужно будет спрятать на потолке. Но в нашем случае у нас один блок питания, и мы его монтируем вначале и просто проводами протягиваем уже к нашим световым лентам. Поэтому так значительно дешевле и удобнее для нас. Пользуйтесь лайфхаком. Мы дальше работаем. Для работы мы использовали вот такие вот блоки питания для светодиодной ленты. Здесь у нас 150 ватт мощности. Это у нас вот на эту комнату, где у нас 4 полосы. Так, в общем, они как раз рассчитаны и предназначены для нашей мощности. Их можно легко рассчитать по количеству метров светодиодной ленты и плюс 30% к общей мощности. Вот и все. И у нас получилось примерно 150 ватт. Работаем. 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 испытывает ну что друзья эту часть видео по монтажу светодиодной ленты и создание новых светильников для нашего потолка грильяты я завершаю поэтому все остальное продолжение которое будет в следующих видео смотрите дальше а пока поставьте лайк этому видео не забудьте нажать на подписку если вы еще не подписаны и колокольчик чтобы не пропустить новые видео на этом у меня все всем спасибо до новых встреч на новых видео всем добра пока